Про другого застройщика хотел поговорить, точнее про его депутатов и помощников. У нас есть, наверное, мой любимый, кого я больше всех из депутатов Госдумы и вообще единороссов поминаю в эфире, то, конечно, лидирует новосибирский застройщик Савельев. Мы не только выпускали про него отдельное видео в предвыборную кампанию, но и постоянно рассказываю про его классные, они с ветераном труда Анатолием Локтя проворачивают такие схемы, что просто фантастика. То есть Савельев показывает другим застройщикам, как красть землю из бюджета города, и там все новые, все более красивые схемы появляются. Ну, а остальные тоже учатся и подтягиваются, и так это работает. То есть пионер, пионер мошеннических схем по выводу городского имущества. И очень я поэтому про эти схемы люблю рассказывать, потому что они отличаются прям оригинальностью. Какие-то, конечно, уже давно испытанные, какие-то оригинальные. Про Савельева хотелось сказать, вот добавить немножечко к тому, что видео более такое было про вот эти все фирмы, юридические лица. Вообще вот эта схема, которую использует Савельев, смотрите, мэрия рассказывает, что самое большое количество жилых объектов, ну если там в квадратах и в количестве квартир, построил именно Рассветай. Но если вы посмотрите, никакое юридическое лицо Рассветай ни одного дома не построило. Они на каждый дом заводят отдельное юридическое лицо. Что бы если? Вдруг недостроили или какие-то проблемы начались, у жителей нет никаких гарантий. Потому что ровно одно юридическое лицо, ровно один дом. Если вдруг что-то пошло не так, всегда можно это все бросить, выкинуть на помойку, оставить вас с носом. То есть таким образом размывание происходит. Плюс, конечно же, не платят налоги в полном объеме. Вот опять же, вместо того, чтобы работать одной компанией, либо хотя бы группой какой-то, вот эти вот все истории с юрлицами позволяют легко уходить от налогов. То есть, опять же, и здесь обжуливают. То есть мало что землю городскую воруют, но и здесь жителей обжуливают в каждом моменте. То есть везде, где Савельев может обмануть жителей Новосибирска, он, конечно, это делает. Самый бессовестный застройщик, который только есть, это, конечно, Савельев даром ему нужны городские депутаты. Мне вот пишет Фрося, какое прекрасное имя, пишет в комментариях сейчас, помогите, спасите, на Ельцовке вырубили лес и собираются строить 30-этажную гостиницу. А кто строит 30-этажную гостиницу в пойме Ельцовки? В пойме Ельцовки 30-этажную гостиницу, конечно же, строит Савельев. Должен был быть парк, но теперь это будет не гостиница. Я вам открою секрет. Никто, конечно, в коронавирусном 2022 году никакую гостиницу строить не будет. Вы туристов, где видели, локдаун уже. Это будут апартаменты. Апартаменты, это такая штука, это жилой дом, у которого нет парковок и детских площадок. Когда застройщику не хватает территории на парковке и детские площадки, а они нужны по нормативам, он строит апартаменты и продает такие же квартиры, просто без парковок и детских площадок. То есть это будет жилой дом, просто негде будет парковаться и детям играть. Это не гостиница, не надейтесь. Это будет 30 этажей жилого дома. А как же так получилось, что парк стал жилым домом? А до этого на округе помощник Савельева, нынешний депутат Стрекалов, ходил, раздавал шоколадки, дезодоранты, рассаду помидоров жителям даром. Но надо было за него проголосовать. Жители проголосовали, помощник Савельева стал депутатом, и теперь на этом округе парки застраиваются жилыми домами. Ну это такая сделка. То есть вы берете рассаду помидоров, за это на вашем парке строят жилой дом. Городу за эту землю, кстати, не заплатив ни копейки. То есть этот парк не ушел за миллиард рублей. Мы с вами не получили 5 школ и 10 детсадов за то, что парк отдали Савельеву под застройку. Нет, бесплатно, то есть даром. Он вам просит бесплатно рассаду помидоров, а вы ему бесплатно городской парк под точечную застройку. Такая сделка. Ну то есть индейцы продавали речку за бусы, а жители Новосибирска парк за рассаду помидоров, за шоколадку. Это так работает. И люди, которые голосовали за Стрекалова, за эту рассаду, за эту там заделанную ямку в асфальте, они должны были понимать, но они не понимали, конечно. Видите, здесь обман. Ну то есть с индейцами, то есть колонизаторы англосаксы, они были честнее. Они индейцам бусы, у них речку. Ну то есть сделка была сразу ясна с аборигенами. А Савельевские помощники, они, конечно, избиратели обманывают, потому что они в начале рассаду, они не говорят, что это за парк. Я вообще как либерал считаю, что жители вправе продавать свою землю за шоколадку. Вправе. Ну я считаю справедливым, чтобы они знали суть сделки, что сейчас за шоколадку, голосуя за помощников Савельева, они продают за это городскую, дорогущую городскую землю, что у них в парке появится объект точечной застройки. Деревья срубят и построят апартаменты. То есть в этом суть сделки. За это шоколадка, за это лавочка. То есть вы за лавочку продаете парк. Это нужно понимать, это нужно объяснить всем вашим родственникам, что голосуя за помощников Савельева, вы продаете парк за лавочку. Это нормально, если вы готовы это делать, но вы должны понимать, что вы делаете и какая суть сделки. Что бесплатная шоколадка сегодня, это парк застроенный завтра. Савельеву, конечно, хочется строить еще больше точечной застройки в парках. Например, очень сильно ему в этом мешают депутаты коалиции. Поэтому Савельев уже заявил, что будет в Госдуму вносить закон о том, чтобы депутатов, связанных с экстремистом Навальным, уволить всех из депутатов. И там уже его помощники ведут избирательную кампанию. Ведут избирательную кампанию. Можно посмотреть. Вот на округе Светы Каверзиной в рамках избирательной кампании убили ветерана. Встретились помощники Савельева, ведут избирательную кампанию. Помощница Сазонова конкретная. Встретились с ветераном. А что тут фотка в маске? Покажите фотку, где они без масок с ним обнимаются. Нету? А вот я видел в сети фотку. Ладно бы в масках еще бы они встретились. Но они там без масок с ним обнимались. Вот эта фотка намного важнее и ценнее. В общем, встретились с ветераном чуть больше, чем через неделю. Он умер от коронавируса. Надо понимать. Вот я когда жаловался в Минздрав. Кстати, мне Минздрав ответил. Сейчас походу расскажу. Чуть отвлекусь от Савельева. Можно убрать фотку. Нет уже с нами. Последний был ветеран Великой Отечественной войны на шлюзе. Николай Бонкин. Больше его с нами нет. Помощники Савельева с ним встретились перед Новым годом. Убили ветерана. В общем, депутат-коммунист Георгий Андреев запрос написал в прокуратуру. Попросил проверить, какого черта без масок помощники Савельева обнимались с ветераном, а он потом умер от коронавируса. Ну, то есть, вообще, не является ли это уголовной статьей. Ну, вот прокуратура проверяет. Полностью поддерживаю Георгия в этом начинании. Ну, Савельев ответил Андрееву. Ответил он тем, что помощник Савельева и кандидат в депутаты по округу Андрееву, некто Коновалов, начал раздавать бесплатные шоколадки. Давайте в студию телефон. Если хотите точечную застройку в городе продолжать, обязательно позвоните Юрию Коновалову. Вот тут телефон указан, сотовый. Попросите у него шоколадку. Потом за него проголосуйте. А потом пишите мне в комментарии, а что это они застраивают парк. Нельзя ли чего-нибудь теперь сделать, чтобы парк не застраивали. В общем, телефон указан. Если кто хочет предоставить вам шоколадку и чай, то вот, пожалуйста, помощники Савельева предоставят. На моем округе, кстати, шоколадки не раздают. На моем округе сделали на лестнице перила. Тут тоже можно фоточку показать, почему нет. Вот другой помощник Савельева, кандидат в депутаты по моему округу, Быковский, тоже заботится об округе, сделал перила. Надо показать. А нельзя вот увеличить те фоточки? Можно приблизить вот ту, где прям сами лестницы. Текст, ладно, и телефон, а где лестницы? Порекламирую помощников Савельева. Смотрите, как было. Была нечищенная запаркованная лестница и без перил, а теперь нечищенная запаркованная лестница с перилом. Я не просто так показал, можно назад уменьшить. Если уж заниматься округом, то давайте заниматься тщательно. Ага, спасибо. Александр, я очень прошу, я знаю, смотрите эфиры, покрасьте, пожалуйста, перила, иначе они очень быстро прожавеют. Просто если что-то делать, надо делать надолго и подходить к хозяйственным. Я понимаю, не у всех есть хозяйственный опыт, но его нужно получать. Будете депутатом, надо стараться делать вещи так, чтобы они прослужили долго. Лестницу можно не чистить, это не работа депутатов. Это ваш коллега уже ответил, я сейчас об этом расскажу отдельно. Но если уж делаете перила, покрасьте, пожалуйста, покрасьте. Реально некрашенное железо совершенно моментально проржавеет, да и неприятно за него браться. Точно так же, кстати, и с лавочкой. У нас есть фотка лавочки на детской площадке, на остановке? Тут была, да, с остановки. Там он просто досточку положил. Досточку тоже надо либо пропитать, либо покрасить. Потому что в нашем климате непропитанное, непрокрашенное, непросушенное дерево, оно больше года не простоит и начнет гнить, и сидеть на нем будет неприятно. Александр, пожалуйста, устраните замечание. Ухмайтесь округом, это хорошо и правильно. Хотите его застраивать? В центре очень сложно с точечной застройкой, потому что уже все застроено, спасибо городецкому и локтю. Но если видите какие-то перспективы, ваше право, ну, пожалуйста, покрасьте досточку. Но она не простоит, нужна пропитка. Нельзя просто так взять свежее дерево, постелить на улице, она и двух лет живет. Избраться еще не успеете, она уже смеет, просто заново делать. Что еще? Что еще хотел рассказать про Расцветай, наверное. Про помощников больше не знаю. Спрашивайте. Еще увидите помощников Савельева. Чего интересного делают? Рассказывайте, присылайте нам фоточки. Правда, интересно. Будем им подсказывать какие-то вещи, чтобы делали хотя бы хорошо, что ли, надолго. Зря, зря тратят же. Украли у горожан деньги, тратят по мелочи и бессмысленно. Украденные у горожан деньги надо тратить разумно и целесообразно, чтобы это все долго работало. Еще, кстати, Савельевский трактор, который снегоотвалы устраивает самовольный в городе, тоже бы что-нибудь с этим сделать. Но мы подумаем, что можно с этим сделать. Чем мы за это платим? За все эти лавочки и перила давайте посмотрим теперь другую сторону вопроса. Вот с одной стороны лавочка на остановке, перильца, шоколадка, рассада помидоров. А что с другой стороны? Я вспомнил три самых лучших, самых любимых проекта «Расцветая». Давайте по очереди. Видео дома, рядом со школой номер 76. Расскל побล争ers. Рассклер和電話. Рассклан войска. И продолжает в гостигулка. compartilона из цели. Продолжение следует... И beg Inc. Субтитры делал DimaTorzok Показал видео, никогда бы не разрешили, но депутату Савельеву, у которого 5 помощников работают депутатами Горсовета, и еще 10 хотят стать депутатами Горсовета, Анатолий Локоть разрешает вообще все. В окна школы воткнуть дом? Да, пожалуйста, можно. Ничего в этом такого нет. Школа переполнена, и директору даже выписали предписание, что школа переполнена, но это же не мешает построить дом прямо в окнах. Давайте посмотрим дом на семье Шамшиных, там тоже классная история. Музыка Музыка По всем понятиям Он должен был быть восьмиэтажным, как по понятиям, по нормативам он должен был быть восьмиэтажным, но Савельев с Локтем по понятиям сделали необходимые отклонения, и восьмиэтажка, там вокруг просто невысокие дома, и это центр, есть там разные архитектурные нормы и правила, но опять же, если ты депутат Единоросс Савельев, лучший друг мэра ветерана труда и мэра Анатолия Локтя, то конечно можно и построить вместо восьми этажей 25. Заодно и сократили стоянки, ну там дом не влазил, поэтому парковки сократили. В центре же много парковок. В центре масса парковочных мест, поэтому построить дом, подсократив немножечко парковки, ну а что такого, запаркуются куда-нибудь, по соседним дворам запаркуются, чего стесняться-то. А вот еще очень классная тоже, достаточно свежая уже история от группы компаний Расцветай, ну это вот такие топ-то, их много, у меня каждый эфир какая-нибудь история про то, как группа компаний Расцветай нагибает город Новосибирск, но это просто топчик. Акация Новатутина, давайте тоже посмотрим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь намного более интересная история. Акация это такой эконом-класс группы компании Расцветай, и там дома не в центре, дома в чистом поле. Казалось бы, ну в чистом поле много места, купи землю, сделай хорошо, но там это фантастическая история, абсолютно просто фантастическая. Потому что в чистом поле Савельев согласовал с ветераном труда мэром Локтя на 1100 квартир 87 парковочных мест. Еще раз, 87 парковочных мест на 1100 квартир в 2021 году. Я бы понял, в 1921 году, когда автомобиль был только у председателя колхоза и главного чекиста. Вот там на 1100 квартир 87 парковочных мест, ну на перспективу, потому что у замопредседателя и у второго чекиста появится скоро по автомобилю. Еще понятно, но в 2021 году 87, когда в среднем один автомобиль на семью, у некоторых два, у некоторых ни одного, но плюс-минус балансируют. 87 парковок на 1100 квартир, это мощно. Причем в чистом поле. Ладно, опять же, в центре вы там все время экономите на парковках, все время еще напрягаете существующих жителей центра. Ну, ну тут, ну что, ну что мешало, ну что за крохоборство вот это, что за бесстыдство со стороны ветерана труда коммуниста Анатолия Локти. Совершенно я просто, хотите больше таких проектов, поддержите кандидатов от Савельева. Видите, видите помощник Савельева, поддержите его и будет меньше парковочных мест, больше точечной застройки, меньше скверов. Вы знаете, что поддержать, за что голосовать. Я очень вас прошу, это нужно распространять, обсудите это с коллегами, с друзьями, бабушке своей, расскажите, если бабушка ходит на выборы, расскажите ей, какие классные помощники у Савельева прямо сегодня привезут ей рассаду помидоров, надо только поддержать точечную застройку. Ничего сложного в этом нет. Пошел, проголосовал, вот тебе шоколадка. Это нужно сделать, это понятно, это просто сегодня шоколадка, завтра точечная застройка. Это же совершенно разумно и очень предсказуемо действуйте.